всем привет с вами я дмитрий фрецко вы смотрите кулинарную пропаганду вот уже пожалуй два года я задумываюсь над приготовлением картофельной колбасы даже готовил уже пару раз но получил не то что хотел изучил множество рецептов и испанские белорусские и польские но но все не то что хочется получить вот помните этот рецепт малыш там берется сырая картошка сырое мясо сырой лук все дело смешивается и запекается но в тесной оболочки на выходе получается совершенно обалденное вкусовое сочетание вот не хотелось бы что-то такого получить в результате вот в той же самой белорусской колбасе берется готовое картофельное пюре берется большое количество сала мясо все это вместе перекручивается без картошки понятно обжаривается практически для готовности смешивается с луком с картошкой и вот это уже по сути готовая смесь готовой для еды добивается в колбасы и запекается в печи там конечно же добавлен еще лук пряностей но общий принцип такой в польше берут сырую картошку трут ее на терке перекручивают смешивают с крученым салом и в таком виде запекают в печи в испании берут картошку варят его в мундире потом очищают эту картошку толкут смешивают с крученным салом также как в беларуси только сар сал сырой в данном случае добавлять кучу пряностей вино набивают оболочки и потом их сушат вялят мне ни одна из этих колбас по вкусу не пришлось вот такой мне извращенный вкус поэтому я решил родить свой собственный вариант картофельной колбасы и так для него понадобится сырая картошка немного свиной грудинки довольно таки жирный немного говядины лук обязательно яйца соль перец и в мою колбасу все это дело пойдет в сыром виде и так приступим и лук и картошку я пропущу через комбайн есть у меня вот такая насадка мелкой терка практически может конечно и вручную на терке натереть но если есть то чем ее не использовать правильно сначала тру лук а потом уже в луковую кашицу будет натираться картошка так она темнее будет меньше так теперь соль перец и яйца набивать буду при помощи китайского колбасного шприца обзор был весь кому интересно в натуральную череву польская колбаса то которая из сырой картошки с салом набивается в большую толстую кишку я буду использовать череву калибром 44 может быть 38 миллиметров ну короче небольшую вот такую она мне уже час прохладной воде замачивается набивать надо совсем не плотно судя по тому как распирает польскую это тоже может разорвать при плотной набивки и осталось ее запечь в духовке термометр тут не нужен установил температуру 190 200 градусов и пусть себе печется минут 30-40 принцип такой же как в домашней жареной колбасе вот ролик кстати один из самых популярных на канале как видите чрезвычайно просто экономно моя существо так нравится ну прям классно прям классно вот это очень вкусно и я думаю что картошки можно больше положить а мясо меньше вкус может быть даже будет и лучше классно она перченая она солененькая она с явно чувствующимся луковым вкусом так а с горчичкой сет попробовать ну ка на такой кусок отчик рыжу у меня здесь еще и квашеная капустка можно с горчичкой можно без нее может с квашеной капусткой можно даже пивка себе налить и будет классно слушайте это супер супер колбаса я буду ее готовить не раз и не два я увеличу количество картошки наверно мне очень нравится какая она получается прям супер и и наверное можно даже не обязательно на терке тереть можно даже через мясорубку картошку пропустить и тоже будет классно просто супер да и количество жирка здесь вот это правильно это хорошо то есть 25 процентов жирной грудинки составе колбасы это вот вынь да положь а вот количество говядина можно убавить и за счет нее добавить побольше картошки вот так и готовьте на этом позвольте закончить огромное спасибо за компанию напоминаю что по промокоду фреска можете получить отличную скидку вот на такие отличные ножи от самура это серия альфа аус 10 с линзовидной заточкой на кухне просто супер крайне удобная ручка прямо мне не нравится и в данный момент между movi high carbone и меня же любимые вот этими я затрудняюсь даже какой из них мне больше нравится короче скидки промокод фреска спасибо на компанию спасибо за лайки комментарии всем пока колбаски